Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я вам расскажу, как сделать дрожжевую закваску для вина. Сразу оговорю, что использовать мы будем дикие дрожжи. Кто хочет использовать культурные дрожжи, там все просто. Пакетик купили, инструкцию прочитали и действуем. А мы говорим о диких дрожжах. В каких случаях нам нужна дрожжевая закваска? В принципе, при нормальных условиях, если мы сняли виноград в хорошее сухое время, если у нас нормальная температура, без каких-то сильных скачков и перепадов, то сусло забродит само. Приблизительно на второй, на третий день уже поднимается шапка. Ну, иногда, может быть, к вечеру третьего дня. Как правило, уже все это происходит. Это мы уже говорим о шапке, а брожение уже начинает видно быть и до этого. Ну, а если у нас ожидаются какие-то неблагоприятные условия, например, может быть, достаточно прохладно при брожении, может так случиться, что вот пока что урожай как бы снимать еще рано, но мы знаем, что через неделю, может быть, достаточно холодная погода, могут пойти дожди. Мы не уверены в том, что будет. И в таком случае мы можем применить дрожжевую закваску. Когда еще можем применить? Она очень хорошо для светлых сусел, чтобы они меньше окислялись. Если мы ничего не используем, никаких химических агентов, то для светлых сусел хорошо бы ускорить процесс наступления брожения и в таком случае сделать вот эту самую закваску. Либо, например, если тоже не уверены в чистоте вашего сусла по каким-то причинам, для того, чтобы ускорить процесс забраживания, чтобы вот эти дрожжи подавили все остальные организмы, мы применяем вот эту самую закваску. Для закваски нам понадобится буквально пару гроздей винограда. Желательно, чтобы он был собран в сухую погоду. Ну и, конечно, перебираем, то есть если какие-то порченые ягодки, мы их удаляем, нам надо, чтобы все было чистенько. И снимаем ягодки с грибней. По пропорциям. Буквально пару гроздей вам хватит для того, чтобы сделать закваску для брожения винограда, собранного с одного куста. На чем все основывается? Дело в том, что когда дрожжи входят в определенную стадию развития, они начинают размножаться в геометрической прогрессии. Поэтому даже небольшое их внесение, если все хорошо, будет достаточно для того, чтобы уже большой объем вашего сусла забродил. Когда мы делаем закваску, мы в дальнейшем можем немножко повлиять на процесс соображения. Дело в том, что если мы, например, понимаем, что в скорости нас ждет прохладная погода и брожение будет протекать при, ну скажем так, довольно низкой температуре, то и закваску мы можем поставить приблизительно при такой же температуре, если у нас есть на ту возможность. И начнут развиваться как раз-таки те дрожжи, которые будут наиболее устойчивы к этой самой температуре. То есть таким образом мы немножечко можем повлиять на процесс. Чисто теоретически, зная микробиологию брожения, мы можем также добиться того, что у нас нарастет та масса дрожжей, которая сбраживает большее количество сахара, чем обычно. Но с этим надо поэкспериментировать. То есть пока я не готова сказать о том, имеет это результат или нет, это надо пробовать. Если я попробую, я вам обязательно об этом расскажу. Так, ягодки мы собрали. Теперь наша задача их раздавить. Ну, поскольку объем небольшой, раздавить я их могу и руками. Все, ягодки мы подавили. И заливаем в какую-то баночку, ну, в любую емкость, которая у нас есть. Теперь эту баночку мы чем-то прикрываем сверху, чтобы туда никакие мушки не лезли. И помещаем в темное место при той температуре, при которой мы в дальнейшем хотели бы провести брожение. Как и с обычным суслом, нам периодически надо будет это все перемешивать. Ну, в баночке достаточно будет пару раз в день вот так вот выболтывать. День первый. Температура порядка 18 градусов. Небольшие следы брожения начинаются в том сусле, в котором мы ничего не добавляли. Небольшие следы брожения начинаются в том сусле, которое спиртовано. И сусло, которое сладкое, 27% сахара. Там, похоже, тоже что-то начинается, но значительно медленнее, чем в остальных. Итак, прошло 6 дней, во всех баночках уже нормальное брожение. И рассказываю, почему же 3 баночки, почему не одна. Значит, вот это первая баночка, в которую абсолютно ничего не добавлялось. Подавили виноград, поставили при нужной температуре. Я, кстати, в течение ролика говорила вам о том, что ставить, например, при низкой температуре. Нет, вы ставьте при такой, при которой у вас в дальнейшем будет бродить. То есть, если у вас, например, жарко, даже 30 градусов, ставьте при 30 градусах. Если у вас прохладно, градусов 15, ставьте при 15 градусах. Потому что для дрожжей самое важное это постоянство температуры, а не скачки. Поскольку у меня достаточно прохладно, значит, я и ставлю при той температуре, при которой в дальнейшем уже будет осуществляться брожение. Так вот, забродилось здесь все где-то день на третий, сейчас шестой день, все активно бродит. То есть, казалось бы, такую дрожжевую разводку смело можно добавлять в сусло. Но теория гласит о том, что брожение осуществляет несколько видов дрожжей, и оно как бы идет в несколько этапов. Первые дрожжи, которые вступают в брожение, это так называемые, ну, их много различных видов, и часто их считают мусорными. Хотя некоторые авторы считают, что ничего плохого в этих дрожжах нет. Эти дрожжи набраживают где-то 4% спирта, и после этого уходят в мир иной, уступая место уже более специализированным винным дрожжам, которые нам, собственно, и необходимы. Ну, часто говорят, что вот брожение на диких дрожжах, этим оно плохо, что идет вот это вот мусорное брожение. Ну, на самом деле, вот это мой шестой винодельческий сезон за 5 предыдущих лет, даже когда не делал никаких разводок, ничего этого не знала, у меня все прекрасно выбраживало досуха. Ну, отвлеклись от темы, продолжаем. То есть, если мы вот так вот подержали, то мы вносим в дальнейшем в сусло вот эти как бы мусорные дрожжи, да, и они начинают бурно бродить уже в вашей мизге. Повторю, что есть теория, но на практике ничего плохого не происходит. Но, как этого избежать? У меня была вторая баночка, куда я добавила при закваске 4% спирта. Эта баночка забродила только сегодня, и я даже честно вам скажу, поскольку я спешила уже сделать видео, я немножечко схалявила. То есть, забраживала, она очень медленно, медленно, медленно шли мелкие пузырьки, и я ее просто перенесла в более теплое место, все, и тут же брожение началось. То есть, ну, я держала градусов 10-12 в веранде, были же у нас тут и ночные, очень низкие температуры. То есть, они забраживают медленнее, но они забраживают. И вот это самая хорошая дрожжевая разводка, которая нам и необходима для нормального, хорошего брожения. Ну, сегодня она забродила первый день, ей надо еще немножко, чтобы дрожжевая масса увеличилась. То есть, в первые дни, как только дрожжи перестраивают свой обмен, когда они начинают активно размножаться, их численность увеличивается в геометрической прогрессии, а затем выходит на плату, когда численность одинаковая, но потом через некоторое время падает. То есть, нам желательно, чтобы этих микроорганизмов было чем побольше, чем больше мы их внесем, тем быстрее они начнут там размножаться, тем быстрее они начнут забраживать. Суслы не дадут никому другому там свободного места. Поэтому нам ее надо подержать дня 2-3, и уже после этого можно вносить. То есть, это получится, скажем так, самая чистая культура. Но у меня есть еще третья баночка. Значит, напомню, теория гласит о том, что вот до 4 градусов у нас сбраживает непонятно кто, потом уже приступают к дрожжи с сахарамицеты. И они есть эллипсоидные и заостренные. Одни из них сбраживают где-то порядка 11-12 спирта, и потом уже уходят в мир иной. А вторые могут продолжать сбраживать большое количество сахара и давать большое количество спирта. Но дело в том, что вот этих дрожжей, которые способны сбраживать большое количество сахаров, их изначально в Сусле очень мало. Бывает так, что вот последние порции сахара, они плохо сбраживаются, потому что вот этих дрожжей мало. Первые сахарамицеты, они их подавляли. И потом, когда они уже отошли в сторону, этим освободилось место. Но изначально их было мало. И вот их количество будет больше, и их количество, оно зависит от того, сколько сахара было изначально. То есть, если изначально сахара было много, то вот этих дрожжей тоже потом будет больше. Я решила провести такой эксперимент. Вот, кстати, вот эту баночку я вам показывала когда-то на какой-то второй день. В ней сначала не очень забраживала, мелкие были пузырьки, но потом оно стало бурно бродить. Здесь сахар я искусственно повысила до 28. И сейчас она тоже очень хорошо бродит. Но пока что сахара здесь потреблено мало. Скорее всего, что здесь еще работает вот эта вот микрофлора, которая до 4 спирта. Потом включатся одни дрожжи, потом включатся другие. Но это пока что эксперимент. То есть, пока выводы особо не делайте на этом основании. Я проведу этот эксперимент до конца и покажу вам результаты. А сейчас, если мы хотим сделать хорошую дрожжевую разводку, значит, мы просто добавляем вначале 4% спирта. Все, слабовато сначала будет забраживать, но потом уже забродит, забродит. И смело это можно носить в общее сусло. Но, впрочем, если вы не хотите этим заниматься, то можно ставить сусло на брожение без каких-либо подготовок. Либо вы ставите сусло и в маленькой баночке делаете еще такую закваску. На случай, если у вас что-то пойдет не так, и брожение остановится на середине сахаров, тогда вы, не бегая в магазин, сможете внести эту дрожжевую закваску. Конечно, есть вариант купить винные дрожжи специализированные. Но выбор всегда за вами. Покупать, либо не покупать, либо использовать то, что нам дано природой. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!